Что вы скажете насчет требований касательно длины бороды? На улице мы часто встречаем людей с бородой разной длины, и не всегда понятно, что требуется от меня. Как поступал Пророк, ﷺ? Что касается длины бороды, то ученые разошлись во мнениях. Мы говорим о длине бороды. Существует два мнения. Одна группа ученых утверждает, что, исходя из хадиса, упомянутого в сборнике Сахих аль-Бухари, в седьмом томе, в книге «Одежды» под номером 5892, где Пророк, ﷺ, сказал «Отличайтесь от многобожников, отпускайте бороды и укорачивайте усы», поскольку в наставлении сказано «Отпускать бороду», то они считают, что бороду следует отпускать и все. Во втором хадисе, приведенном в седьмом томе, в книге «Одежды» под номером 5893, Пророк, ﷺ, сказал «Укорачивайте усы и отпускайте бороды». Первая группа ученых утверждает, что бороду следует оставлять и не трогать. Оставлять значит отпускать и вообще не трогать, т.е. не подравнивать, не подстригать, а отпускать как есть. Таково их мнение. Но если вы почитаете, то не найдете ни одного хадиса, в котором бы говорилось о длине бороды Пророка, ﷺ, ни одного достоверного хадиса. Поэтому согласно шейху Осаймину, если человек говорит «Отпускайте бороды» или же «Отращивайте бороды», то мы понимаем это как «Не трогайте их» и «Отпускайте насколько это возможно». Если же кто-то сбривает бороду, то это харам, т.е. недозволено. Если же кто-то подрезает ее, оставляя волосы длиной из кулак, что, кстати, является мнением других, то это мокрух, т.е. нежелательно. Таким образом, одна группа ученых утверждает, что бороду следует отпускать и не трогать, а другая группа ученых говорит, что длина бороды должна соответствовать одному кулаку. Как мы уже упомянули ранее, достоверных хадисов, дающих описание длины бороды Пророка, ﷺ, нет. Есть слабый хадис, в котором говорится, что борода Пророка якобы доставала до его груди. Согласно шейху Насаруддин аль-Альбани, это слабый или даже подложный хадис. Еще один хадис приводится в сборнике «Сахих Муслим» в четвертом томе под номером 5789, в котором Джабир ибн Самура рассказывал, что у Пророка была густая борода. Многие достоверные хадисы указывают на то, что у Пророка была густая борода, но в них не говорится о ее длине. Данная группа ученых утверждает, что, поскольку о длине бороды ничего не упомянуто, то нам следует обратить внимание на то, как отпускали свои бороды сподвижники. Раз о длине ничего не сказано, значит, следует равняться на сподвижников, поскольку Пророк сказал, если вы не найдете что-то на моем примере, то следуйте примеру тех, кто был в моем окружении, то есть сподвижников или же асхабов. Если же мы посмотрим на сподвижников, то увидим ряд достоверных хадисов, больше десятка хадисов, в которых говорится, что сподвижники носили бороды длиною в один кулак, а все, что выступало, они отстригали. В их числе и ибн Умар, да будь довольным Аллах, и ибн Аббас, да будь довольным Аллах, и Абу Гурейра, да будь довольным Аллах, все эти сподвижники были очень близки к Пророку, и они подрезали бороду. Даже сподвижники, которые передали эти хадисы, как, например, ибн Умар, да будь довольным Аллах и его хадис, приведенный в сборнике Сахих аль-Бухари, в седьмом томе, в книге одежды, под номером 5892, ибн Умар передал, что Пророк, салиллаху алейхи вассалям, сказал, отличайтесь от многобожников, отпускайте бороды и укорачивайте усы. Сразу после этого хадиса идет продолжение, в котором говорится, что каждый раз ибн Умар, да будь довольным Аллах, отправлялся в Умру или же в хадж, после совершения Умры и хаджа он брал свою бороду в кулак и отрезал ту часть бороды, которая выступала. Представьте себе, что это те же самые сподвижники, которые передали эти хадисы, ибн Умар, ибн Аббас и Абу Гурей, рада будь довольными Аллах, все они преданные последователи сунны Пророка. Они сами передали эти хадисы, а поскольку они сами поведали нам о том, что следует отпускать бороду и укорачивать усы, то они поняли это наставление так, как этого хотел от них Пророк. Тогда почему они подстригали свои бороды? Если мы возьмем мнение первой группы ученых, которые считают, что следует отпускать бороды, тогда как их отпускать? Отпускать так, как отпускал Пророк. Но если в подтверждении его действий нет достоверного хадиса, то следует смотреть на то, как поступали сподвижники. Именно так мы анализируем хадисы. Именно поэтому шейх Насируддин Аль-Альбани сказал, что идеальной длиной бороды является длина кулака. И согласно ему, к примеру, как мы обычно анализируем хадис, если мы находим что-то в прямых наставлениях, то это лучшее от Пророка. Если не находим, то мы ищем описание поступков. Если нет ничего убедительного, то мы смотрим на жизненный образ сподвижников, что они говорили, как они поступали. Мы все единогласного мнения, что сподвижники следовали к примеру Пророка, и мы не найдем ни одного хадиса ни от Пророка, ни от сподвижников, в котором бы говорилось, что они не подравнивали бороды. Но есть более десятков хадисов, в которых говорится, что сподвижники подравнивали бороды длиною с кулак. Если бы нам попался хоть один хадис, в котором говорилось, что такой-то сподвижник не подстригал свою бороду, тогда есть вероятность, что и тот, и другой правы. А поскольку нет ни одного хадиса, утверждающего, что сподвижники никогда не подравнивали бороды, но при При этом существует не менее десятка хадисов, в которых говорится, что сподвижники подравнивали бороды, оставляя их длиной с кулак. Согласно шейху Наси Руддину Аль-Альбани, выравнивание бороды длиной с кулак является обязательным. И всякий, кто отпускает бороду длиннее, совершает нежелательное, то есть макхрух, согласно его мнению. Это фетва от шейха Наси Руддина Аль-Альбани, с его твердой позицией. Я лично согласен с его мнением, поскольку у нас есть весомые основания на примере жизни сподвижников. Далее он пишет в своей книге, поясняя, почему длина должна соответствовать одному кулаку. Помимо сподвижников, есть множество примеров, когда люди оставляли бороды с кулак. Множество примеров и среди праведных предшественников, когда они отпускали бороды с кулак, отрезая оставшуюся часть, как, например, Ан-Нахид или же Имам Малик или Имам Ибн Хамбаль. Все эти праведные предшественники подравнивали бороду, оставляя ее длиной с кулак. Вот таким образом, отрезая торчащую часть. Такова позиция второй группы ученых. И я лично придерживаюсь мнения шейха Наси Руддина Аль-Альбани, то есть борода длиной с кулак, а в остальном Аллаху виднее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok